Президент России Владимир Путин высоко оценил значение заключенного между Евразийским экономическим союзом и Ираном соглашения о свободной торговле. По его словам, после вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в ЕАЭС, получат беспошлиный доступ на иранский рынок. Очень обширный, поскольку в стране проживает около 90 миллионов человек. В целом же за 9 месяцев текущего года торговля между странами союза выросла почти на 9%. При этом улучшилась ее структура, увеличились поставки готовой высокотехнологичной продукции, снизилась сырьевая составляющая. За почти 10 лет существования союза объем взаимной торговли его стран вырос вдвое. Совокупный воловой внутренний продукт увеличился с триллиона 600 миллионов до 2,5 триллионов долларов. Подсчитано, что доля национальных валют в торговле внутри ЕАЭС уже превысила 90%. Между тем, Кыргызстан выступает за сокращение препятствий, которые не позволяют более активно развивать взаимную торговлю. Об этом президент страны заявил в Санкт-Петербурге на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мы должны исключить на уровне основополагающих документов все нормативные пробелы и возможность применения скрытых видов контроля на предусмотренных правом союза. В целях исключения необоснованных контрольно-досмотровых мероприятий и ускорения прохождения грузов на границе при взаимной торговле ратифицировано и уже вступило в силу соглашение о применении навигационных пломб ЕАЭС. В связи с чем, считаю необходимым ускорить практическую реализацию норм соглашения и перейти к полноценному применению навигационных пломб согласно этапам внедрения. Президент Кыргызстана также добавил, что мировая экономика проходит этап трансформации, меняется география торговых потоков. В этом плане растет значение перевозки грузов автомобильным транспортом. В свою очередь Казахстан предлагает наладить фолоконно-оптическую линию связи по маршруту России-Казахстан-Иран. Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в данной сфере. В этом ключе я предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту Россия-Казахстан-Иран для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне. Касым Жамарт-Токаев также добавил, что огромные перспективы открывают взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. По его словам, они определяют будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений. В Казахстане более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. И страна намерена к 2026 году довести показатели экспорта IT-отрасли до 1 млрд долларов. На встрече глав ЕАЭС внимание было уделено и транспортной отрасли. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, запуск в полную силу коридора Север-Юг станет прорывом транспортно-логистической сфере Евразии. В сопряжении наших инфраструктурных возможностей реализация потенциала международных организаций, институтов развития могут и должны обеспечить решение задачи по формированию общеконтинентального транспортно-логистического и торгово-экономического пространства. Хороший пример такого объединения усилий – транспортный коридор Север-Юг, который реализуется по инициативе президента Путина с участием Азербайджана и Ирана. Это будет прорыв транспорта и логистики. Важно придать этому проекту динамику, и ни в коем случае нельзя его оставить на бумаге. Продолжение следует...